Друзья, я уверен, что среди моей аудитории есть много людей, любящих экономить на покупках в интернете, поэтому сегодня я напомню вам о том, что есть такой кэшбэк-сервис Мегабонус. Вы можете вернуть до 40% стоимости своей покупки, можете отслеживать ее доставку по всему миру, и каждый день в сервис добавляется куча новых магазинов, в том числе и для автолюбителей. А на Али по-прежнему действует двойной кэшбэк для новых покупателей. Ну а для самых продвинутых есть еще и купоны в магазинах, которыми можно делиться с друзьями и получать кэшбэк уже с их покупок. И куда же без удобного приложения. В общем, все подробности по ссылке в описании. Всем привет, друзья! Как вы можете помнить, недавно мы ездили в Сочи в школу BMW Driving Experience, где мы учились гонять на заряженных бэхах по Сочи автодрому, проходили кольцевую теорию, очень подробно, между прочим. Если вы не видели тот ролик, он есть по ссылке в описании. Ну а сегодня у нас BMW Driving Experience, только зимняя версия. Для этого мы приехали сюда, в Альпы, где мы будем дрифтить на заряженных тачках и получать удовольствие. Так что присаживайтесь поудобнее, потому что мы начинаем. Погнали! Эта поездка началась с того, что прилетев из России в Мюнхен, мы получили новенькие BMW X4 и отправились на них в сторону Австрии по знаменитым немецким автобанам. Честно говоря, я представлял, что это какие-то сверхъестественные дороги с миллионом полос, но, как оказалось, это обычные загородные трассы, просто на них нет скоростных ограничений. Вскоре пейзаж вокруг начал превращаться в сказочную картину среди красивых гор и низких облаков. Я разогнался до 200 км в час, включил круиз-контроль и просто получал удовольствие. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Изучить статьи по этой теме. Это не только интересно, но и крайне полезно. Что важно, то, что всегда у вас есть связи с вашим садом. И почему это важно? Потому что, когда у вас есть связи с садом, у вас есть связи с автомобилем. Когда у вас есть связи с автомобилем, вы можете контролировать автомобилем. Как вы обычно двигаете в деньгом трассе? О, как я! Как ты, как и босс! Как и босс! Как босс! Все боссы? Нет, как гэнгстеры! Как гэнгстеры, 6х6х4х6хггггстеры! Гэнгстеры 6х6х! Начали узнать разные старые технические. Первое, это босс-эдивение! Их же полезен для этой техники! Я уже видел, что я уже видел. Когда это произошло? Вы можете видеть, как хорошо это было. Потому что, как и вверх, это уже лучше. Но это не perfect. Почему это не perfect? Первое, конечно же, у меня вверх. Потому что, когда я держу его вверх. Когда я держу его вверх, не только вверх, но и вверх. Я не могу сделать максимум стирок. Когда я держу его вверх, я могу сделать 180 градусов. После теоретического блока мы отправились на большую снежную площадку, где под присмотром тренеров начали отрабатывать полученные знания на практике. Правильная рулежка, затем змейка без перекладок руля, торможение с разных скоростей в разных ситуациях, полицейский разворот и дрифт. Все это в течение многих часов мы делали на разных моделях BMW, слушая советы опытных тренеров и пытаясь извлечь максимум из нашего уикенда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда я держу, я держу 180 градусов на левую сторону. Потом я держу 180 градусов на левую сторону. Потом я держу снизу. И теперь я держу эту руку. В то же время, в то же время. В то же время. Обратите руки. И это все. Ну что, друзья, на сегодня тренировка окончена, как и в прошлый раз на BMW Driving Experience. Первый день он такой более тренировочный. Мы снова повторяли все азы. Например, как правильно делать перекладки на руле. Мы отрабатывали торможение. И что самое странное, но все об этом постоянно говорят, мы все время тренировались смотреть туда, куда ты хочешь ехать. Когда ты тормозишь, когда ты едешь боком, когда ты дрифтишь, когда ты пытаешься выровнять машину. В общем, мы сегодня этим занимались. И еще новое то, что мы пытались сделать, это улыбаться во время движения. Как объяснил нам тренер, если ты улыбаешься, то твой организм автоматически настраивается на позитивное настроение. После этого ты расслабляешься. И когда ты расслаблен, то тебе гораздо проще управлять автомобилем. То есть, если на трассе будут два гонщика одинакового уровня мастерства, и один из них будет напряжен и недовольен, у него будет плохое настроение, а один расслаблен и весел, то тот, у которого более позитивный настрой, проедет быстрее и качественнее. В общем, над этим мы сегодня тоже работали. Во многом программа была похожа на первый день летней поездки, однако были и новые моменты, как, например, полицейский разворот. К моему удивлению, мне это далось легко, хотя там надо действительно выполнить много маневров. Разгоняешься задом, смотришь в центральное зеркало на скорости 40 км в час, резко выкручиваешь руля влево, ловишь машину в тот момент, когда она проходит вот этот вот разворот, сразу же тебе надо распрямить колеса, переключиться в режим драйв, нажать газ. В общем, много всего одновременно происходит за секунду, но все-таки у меня получилось. Также из нового и интересного был дрифт с лалом, такая большая трасса, змейка, потом разворот, обратно, где мы тренировались не только контролировать занос, но и его скорость. То есть мы правой ногой нажимали на газ, и в тот момент, когда машина слишком быстро шла боком, мы левой нажимали на тормоз и чуть-чуть ее корректировали, соответственно, не теряя угла заноса. Очень интересный опыт, но у меня пока не до конца получается, в общем, буду тренироваться. Ну а завтра? Завтра нас ждет поездка на замерзшее озеро, точнее говоря, ледник, где мы будем дрифтить на большой скорости. Также мы будем ехать по реально крутому, отвесному и опасному серпантину, отрабатывать кольцевую зимнюю езду. Ну, насколько я понял, потому что наши тренера говорят на английском, и некоторые слова проходят мимо меня. В общем, я уверен, что это будет круто. Так что ждем завтра. Сегодня день начался с поездки вот на этом агрегате, это называется Ратрак, и Олег у нас специалист по Ратраку. Ну, я ни в коем случае не специалист, но, короче, вот эта штуковина создана для того, чтобы под огромными углами толкать огромные массы снега, то есть они очень мощные и очень дорогие. Ратраки обычно стоят, типа, от 250, там, до, могут, там, 500 тысяч евро. И у них огромное количество лошадиных сил, там, 700. Ну, внутри ездить некомфортно, я вам честно скажу. Мы сейчас поднимались в эту гору очень медленно, очень долго, но забрались мы туда, куда... Я не знаю, как они сюда машины вообще привезут. Да вот здесь дорога просто идет. А зачем мы тогда так поднимались? Слушай, это просто пафосное появление. Ты же не катался ника на Ратраке? Да. Вот теперь катался, вот теперь катался. Ну, в общем, все, мы поднялись наверх, сейчас начинаем наваливать на тачках, посмотрим, что это будет, но должно быть круто. В общем, сегодня мы будем кататься на пятерках, четверках, x1, x3, дальше я еще не видел, что там стоит, будет очень много разных машин. Соответственно, я думаю, мы сможем попробовать на всех этих тачках что-то сделать. У нас такой универсальчик, что очень модно, между прочим, в Европе, но, наверное, все-таки назад будет неправильно класть вещи, потому что они будут вот так вот метаться по багажнику, поэтому ставим все в салон. Я бы вообще себе универсал купил, если бы в Европе жил, потому что тут все на них ездят. Спорт-режим. Что уж тут в комфорте ездить. Все. Смотри, ремень подтянулся прям, просто сам по себе такой... Нормально. Нам сказали обязательно надеть солнечные очки, потому что, когда ты катаешься в снегу, то из-за яркого солнца может получиться так, что у тебя сливается просто снег, по которому ты едешь, и какая-нибудь снежная стена. А еще нам запретили дрифтить, выключать системы стабилизации, пока мы перемещаемся с места на место только в специально отведенных местах. Даже сейчас на системах стабилизации машину занесло. Немцы очень сильно сосредоточены на безопасности. В общем, я не знаю, как так получилось, но мне не пришлось надевать цепи. Дима оказался очень добрым человеком. Он просто подошел, я его спросил, как их правильно надевать, он говорит, давай тебе покажу. Сначала показал на том колесе, теперь показывают на этом колесе. В общем, все, цепи надеты. Как оказалась система вот этого поворота задних колес, она сама отключается, когда автомобиль определяет, что на колесах цепи. Я не знаю, как это происходит, но, в общем, это работает, поэтому не надо никак заморачиваться. Дополнительно это все дело отключать. Надо просто садиться в тачку и получать удовольствие. Мы начали движение в гору, отключили traction control, то есть у нас сейчас средний режим стабилизации, есть легкие пробуксовки, но в целом машину никуда не может унести. Соответственно, главное правило на данный момент это ни в коем случае не останавливаться и не отпускать педаль газа, держаться в колонне и соблюдать расстояние между друг другом, чтобы если вдруг мы остановимся, то когда начнем трогаться, не произошло никакой ситуации, что машина откатится. Друзья, это просто великолепное ощущение. Машина едет по этому пухлячку. Ну вот знаете, как на сноуборде? Ты можешь ездить по нормальному снегу, а можешь уехать куда-то в сторону и кататься по пухлячку. Вот здесь сейчас похожая ситуация. Ощущение очень прикольное. Постоянно закидывает жопу, но при этом все остается под контролем. Ты поднимаешься по каким-то невероятным видам. Это все выглядит офигенно. Солнце такое яркое, воздух свежий. Настроение прям очень классное. Я надеюсь, что через видео это все равно передается всем, кто сейчас смотрит этот ролик. И вы тоже можете получить удовольствие. Ни одна камера не может передать то, что мы видим сейчас здесь своими глазами. В общем план такой. Мы будем подниматься дальше по горам, спускаться вниз, переваливаться на ту сторону, где нас уже будет ждать то самое замерзшее озеро, а точнее говоря замерзший ледник. Это все уже территория замерзшего ледника. Но там будет подготовленная трасса для дрифта на больших скоростях. Также хочется отметить, что мы сейчас находимся на самой высокой дороге в Европе. Вот здесь вот стоит отметка 2798 метров над уровнем моря. Смотри, там уже все, начинается полное развлечение. Наш инструктор начал наваливать на полном приводе в дрифте. Здесь уже по-моему всем начинает сносить голову от недостатка кислорода. Смотрите, как круто выглядят вот эти снежные пушки, которые создают вот этот вот пухлячок здесь везде. Здесь просто огромный горнолыжный курорт, очень много различных трасс, там где-то вдали ездят лыжники. Это даже невозможно увидеть через нашу камеру, у нас нету таких дальнобойных объективов с собой. Просто кайфово. Вот если у вас есть такая возможность поехать на машине куда-то в горы, в Альпы, в Австрии, в Швейцарии или в Италии, обязательно это делайте, даже ради того, чтобы просто подняться, постоять, полюбоваться видом и сделать фотографии. Это офигенно. Но самое крутое впереди. Это дрифт на замерзшем озере. Блин, как же я этого жду. Вот будет обидно, если озерцо окажется так себе. Потому что на словах звучит круто, но на деле это может быть обычная маленькая площадочка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 так что остальные три машины могут идти в паркурс. Трасса медленно, но верно раскатывается, все превращается в настоящий лед. Эмоции просто захватывают, это солнце Альпы, блин, это дико круто, друзья мои. Чуть не сбил конус, но тем не менее не сбил, пока что у меня ни одного сбитого конуса за сегодня нет, в общем, продолжаем жарить. Итак, друзья, первая половина сегодняшнего дня завершена, мы закончили ездить на маленьких машинках заднеприводных, теперь у нас пора джипов, ну или паркетников, я не знаю, как это правильно назвать, в общем, у нас есть X6, X5, X4, X3 и X1. Будем ездить на всех машинах, делиться впечатлениями, но самое главное, насколько я понимаю, это мы будем дрифтить на полном приводе на этих здоровых тачках, мне кажется, будет круто. Сейчас едем вниз, куда-то с горы, инструктор попросил как можно меньше использовать тормоз, потому что если все время ехать на тормозе, то тормозом будет каюк уже к концу горки, соответственно, стараюсь ехать на передаче максимально пониженной. Мы сейчас будем разбираться в том, как работают различные системы при передвижении по вот этому зимнему бездорожью, то есть вместе с полностью включенными системами стабилизации, наполовину отключенными и вообще без них. Соответственно, сейчас будет инструктаж, надо его внимательно послушать и приступать к делу. Что мы сейчас делаем, то есть, мы двигаемся на дороге и на дороге, с ГТС. Вы знаете, что ГТС? Да. Хилл, деск, контроль. И как это работает, вы знаете? Нет? Когда ты идешь вверх или вверх? Да, точно. Вы можете идти назад или назад, на дороге, на дороге. Так что машина автоматически остановится, автоматически вверх, вверх, вверх. Это мы можем испытывать. Итак, друзья, я активировал эту систему, сейчас попробуем подняться наверх. В середине я должен остановиться и не нажимать педаль тормоза, а просто посмотреть, как ведет себя машина, будет ли она держаться. Он говорит go one, я нажимаю педаль, а она не едет. Я нажимаю тормоз, а машина все равно скользит, она едет назад и все. Сейчас мы спускаемся с этой же системой, машина сама тормозит, я вообще ни на что не нажимаю. Ну прикольно, да, это действительно помогает, можно самому не контролировать весь этот процесс. Итак, друзья, только что попробовали вот эту систему в действии. Ну, я могу сказать, что в принципе без нее можно точно так же справляться. Мы и под горку съезжали до этого, я просто ехал на передаче и там тормозил и так далее. Но просто благодаря ней ты меньше действий каких-то совершаешь. То есть я вообще не трогал педали никакие, когда мы ехали обратно, я поставил ограничение 11 км в час и машина реально сама тормозила двигателем, колесами. Я не знаю, как она это делала, но она стабильно сохраняла эту скорость, даже когда уклон был очень сильный. И когда мы заезжали в горку, получается, я заезжал, в какой-то момент нажал стоп для того, чтобы машина остановилась и дальше уже не могла заехать, потому что нужен какой-то разгон. После этого включаешь заднюю передачу, начинаешь откатываться и ничего не нажимаешь, а машина сама сохраняет нормальную скорость. Ты только смотришь по зеркалам и думаешь, как бы тебе никуда не въехать. После этого откатываешься так, чтобы можно было разогнаться и въезжаешь в горку уже со второй попытки нормально. В общем, я впервые столкнулся с этой системой и теперь я хотя бы понимаю, как она работает. Ну, а сейчас переходим к следующему этапу. Субтитры делал DimaTorzok Он работает таким образом, что он чувствует, когда два из колес не на поверхности, а вывешены. Соответственно, он передает крутящий момент на те колеса, которые находятся на поверхности и таким образом выгребает. Называется это упражнение диагональное вывешивание. Это включены какие-то системы для этого или нет? Нет, это просто зарядает работу системы полнопривода X-Drive. Субтитры делал DimaTorzok И я видел, что машина реально встает в диагонали. Вот эти вот другие колеса начинают крутиться, она через секунду соображает. Эти колеса блокирует, начинает крутить те, которые касаются земли. То я понимаю, что произошло. Но когда я сидел сейчас за рулем, я вообще не ощущал, в какие моменты колеса были вывешены. Ну, как-то машина не особо раскачивалась. И поэтому, если бы я перед этим не стоял снаружи, то я бы вообще не понял, что произошло. Ну, просто проехал медленно по каким-то кочкам. И все. Изнутри это ощущалось именно так. Затем мы продолжили испытывать наши джипы в различных условиях. Мы пробовали все модели BMW, поднимались в горки, отключали системы стабилизации, тормозили на ледяном покрытии при большой скорости на спуске вниз. И самое главное, это, конечно, дрифт. Я впервые в своей жизни дрифтил на внедорожнике, причем на полном приводе. И по ощущениям это совершенно другая физика. То есть в тот момент, когда ты, казалось бы, уже потерял машину, и тебе не хватает выворота на заднем приводе, в этот момент можно просто нажать на газ, и машина сама возвращается на трек. Однако есть и моменты, где я теряюсь, и не могу понять, как это работает. В общем, надо прикатываться. Того времени, которое было сегодня отведено, естественно, недостаточно, чтобы познать этот процесс. Однако это в любом случае интересно, и я хочу продолжить. Ну а на этом, в общем-то, все. Хочется сказать огромное спасибо BMW за то, что пригласили на BMW Driving Experience. Это было действительно интересно. Самое главное, что я повышаю свой водительский уровень, и при этом мы еще можем делать это в таких красивых местах. Я надеюсь, что вы получили удовольствие от просмотра этой серии. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ну а на этом все. С вами был Илья Стреколовский. Всем огромное спасибо за внимание. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok